В последние годы капотный газон Next оставался единственной моделью марки ГАЗ среднего тоннажа. Но теперь ситуация изменилась. На конвейер встал бескапотный Валдай Next, который газовцы позиционируют как городской развозной фургон. Новинка построена на газоновском шасси, но из-за меньшей полной массы обошлась с дефорсированным по мощности газелевским турбодизелем и шестиступенчатой механикой. Последнюю группа ГАЗ разработала и выпускает своими силами. Бескапотная кабина взята от китайского грузовичка Foton Olin CTS. Ее же использует корейский среднетонажник Hyundai Mighty. Пока модуль приходит из Поднебесной, полностью собранным, но нижегородцы не исключают вариант локализации. В серию пошли сразу несколько модификаций грузовика с двумя длинными базы и тремя размерами платформы, но исполнение по массе пока лишь только одно – грузоподъемностью около 4 тонн. Эту новость мы вынуждены сопроводить абстрактной картинкой. В апреле этого года КАМАЗ представит новое семейство средне- и крупнотоннажных грузовиков. Это будет бескапотное семейство Compass. По предварительным данным в серию пойдут варианты массой 5, 9 и 12 тонн. Сами камазовцы сделают только шасси, тогда как кабину планируется взять из ассортимента китайского бренда Jack. Других подробностей больше нет. Некоторое время назад Кабинет министров Украины ввел запрет на поставки автомобилей из России. Из-за этого маркам «Лада», «Рено» и «Кия» пришлось искать обходные пути, чтобы отправлять нашим соседям модели российского происхождения. Решением проблемы стала организация сборки машин на бывшем запорожском автозаводе, куда наши сборочные площадки направляют машинокомплекты. Впрочем, о полноценном производстве машины речи не идет. Как стало известно телеканалу «Автоплюс», в России на автомобили не ставят только бамперы, оптику и рули. Фактически в Украину уходят полностью комплектные экземпляры. Зато техника не попадает под санкции. Платить за подобные схемы приходится рядовому потребителю. По эту сторону границы седан Kia Rio сейчас стоит 850 тысяч рублей. А вариант под собранный запорожцами украинцам отдают на 300 тысяч целковых дороже.